Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. Сегодня я вам расскажу про свой уход за техническими и универсальными сортами винограда. Дам небольшую сравнительную характеристику по применению тех или иных агротехнических приемов в северных и южных регионах. И расскажу свое мнение о том, должна ли лоза страдать. Для начала мы с вами поговорим о том, какие цели мы преследуем при выращивании технических сортов винограда. Что мы должны получить на выходе? Для вина важны три параметра. Первый – это сахаристость, второй – кислотность. И третий параметр, он важен в меньшей степени, в зависимости от того, какие типы вин нам нужны, это фенольная зрелость. При этом задача максимального набора сахаров стоит далеко не всегда. Все зависит от того типа вин, которые мы в дальнейшем хотим сделать. Так, например, для шампанских виноматериалов сахар должен быть в районе 17-19 брикс. Для белых вин тоже максимальный сахар нужен далеко не всегда. А вот кислотность, там параметр очень важный. Ну, конечно, для красных вин у нас должно быть, в принципе, все три параметра. Но не обязательно максимальных. У нас должен быть и хороший сахар, и хорошая кислотность, и фенольная зрелость. Что такое фенольная зрелость, мы с вами поговорим отдельно, ближе к моменту созревания ягод. Так вот, в зависимости от того, какой тип вина мы хотим получить в дальнейшем, и зависит то, как мы растим виноград, и то, какие агротехнические приемы мы применяем к его выращиванию. И мое мнение, что нам нужно постараться максимально сделать так, чтобы ягода, которую мы вырастим и соберем, максимально соответствовала тем параметрам, которые нам нужны. Чтобы нам не пришлось потом добавлять сахар, разбавлять водой, добавлять кислоты, либо раскислять, либо добавлять танины, либо что-то еще. То есть, мое мнение, что нам надо постараться максимально получить ягоду нужных нам кондиций. Конечно, не всегда у нас может такое получиться, и в некоторых случаях определенные корректировки сусла нам могут быть необходимы, но это скорее исключение, чем правило. Для чего я вам все это говорю? Для того, чтобы вы понимали, что выращивание винограда должно соответствовать именно вашим целям, вашим задачам и, конечно, вашим условиям. И выращивать виноград на севере точно так же, как его растят на йоге, на самом деле мероприятие довольно сомнительное. Впрочем, каждый имеет право выбора. На какие моменты нам нужно обратить внимание при выращивании винограда в наших северных регионах? Первое. У нас короткий вегетационный период. И за этот период ягода должна успеть набрать нужные нам кондиции. Второе. У нас зимы достаточно морозные и достаточно суровые. Да, год от года они варьируют, но тем не менее. И нам важно, чтобы на зиму лоза ушла крепкая и вызревшая. Если лоза будет страдать, она может просто не перенести зиму. Надо ли это нам? Я думаю, вы ответите на этот вопрос сами. Второй момент. Наши почвы достаточно бедные. Уже много раз я вам показывала эту яму. У нас здесь песчано-гравийная смесь. Замечательный строительный песок. А плодородки сверху совсем чуть-чуть. Кроме того, наши почвы, они достаточно холодные. Они прогреваются только сверху. И корневая система винограда не уходит далеко вглубь в поисках питания. Потому что там холодно. Там ей делать нечего. Корни винограда, они очень умные. Они идут только туда, где им комфортно. Для сравнения, иногда получаю письма от ребят из других регионов. Они рассказывают, что у них в подвалах поднялась температура градусов до 24. У нас в наших подвалах никогда так температуры не поднимаются. И земля у нас прогревается только в небольшом поверхностном слое. И поэтому корневая тоже пойти куда-то, чего-то искать, она не может. Она располагается достаточно поверхностно. Именно этими моментами я и руководствуюсь при выращивании винограда в нашем регионе. Про плотность посадки и формировку я уже рассказывала в отдельном видео. Ссылку я вам оставлю. Ну а теперь рассказываю дальше, что же я делаю со своими кустами. Первое. При посадке молодых кустиков я, конечно же, заправляю яму. Когда-то, много лет назад, при посадке первых виноградных кустов, я прошла тот этап, когда просто под лопатку посадили. Не растут у нас так кусты. Точнее, они растут. Но растут очень долго, очень нудно. У меня нет времени несколько лет, чтобы ждать, когда там кустик наконец-таки сможет что-то показать и наконец-таки сможет более-менее вырасти. Ввиду бедных почв, ввиду того, что вот они такие не особо прогреваемые, я изначально даю молодому кусту старт, чтобы ему было сытно, хорошо, и чтобы он в первый год смог нарастить и подземную часть, и надземную, и мог нормально, полноценно развиваться. Подкормки мы проводим со второго года. В первый год лозе хватает того питания, которое мы изначально заложили, со второго мы уже начинаем понемножку подкармливать. Опять же, причина бедную почву раз. Вторая причина, все-таки, когда уже кусты хорошо, полноценно развиваются, очень много питательных веществ выносится с той же ягодой. А то, что мы забрали, нужно возвращать, потому что, напомню, в наших почвах где-то искать и добывать питательные вещества в виноградной лозе очень сложно, а практически и невозможно. Кормим мы настой навоза, кормим мы залой, и в этом году немножко подсыпали калия, потому что многие кусты уже достаточно долго сидят. Калия они поглощают очень много, с ягодой калия выносится тоже очень много, и, соответственно, это тоже надо восполнить. Но вообще подробно по подкормкам и удобрениям тоже есть отдельное видео, ссылку я вам оставлю. Мы выращиваем наши кусты либо в условиях задернения, либо в мульче. Вот с одной и со второй стороны. Почему одни так, другие так? Просто на все не хватило вот этих вот ограждений, чтобы мульча потом с косилкой не разносилась, поэтому замульчирована только часть. Было бы больше материала, я думаю, что со временем это будет, значит тогда вот так вот замульчировано будет все. Мульчирование и задернение помогают нам поддерживать почву в оптимальном состоянии. То же мульчирование является также частичным удобрением. Там происходят правильные почвенные процессы, там живут всякие бактерии, жучки, червячки, которые все это перерабатывают. И мало того, что дают растению питание, также способствуют укреплению его иммунитета. Под видео, где я рассказывала про подкормки и говорила, насколько важна вообще почвенная микрофлора, был очень интересный комментарий, когда человек написал, что все это фигня, жучки, червячки, бактерии, все это ерунда, вот там же кормят только навозом и золой. Но очень жаль, что взрослый человек не знает, что растение, любое растение, не может просто так брать и усваивать навоз. Ротика у него нет. И те питательные вещества, которые находятся в навозе, становятся доступны для любого растения, как раз-таки благодаря деятельности тех же червячков, тех же бактерий. Именно они являются основными поставщиками питательных элементов для растений, в том числе и для виноградной лозы. Дальше мы используем максимально высокие шпалеры, чтобы у нас максимально развивался листовой аппарат. Потому что именно в листьях происходят процессы синтеза сахаров. Именно лист является тем маленьким заводиком, который поставляет сахар в ягоды. Если листьев мало, сахара тоже будет мало. А чем больше листьев, тем и сахара накапливаться в ягодах будет больше. Напомню, о чем я вам говорила в начале. У нас короткий вегетационный период. И в нашем регионе, как правило, встречается проблема недобора сахара. В южных же регионах, как раз-таки наоборот, там очень жарко и сахара могут накапливаться очень быстро, до достижения фенольной зрелости. Более того, напомню, что кислота тоже важный параметр. И если у нас, в наших северных регионах, ее бывает многовато, то в южных регионах, когда жарко, она может перегорать в сахар. А кислота вину в определенном количестве нужна. И применение такого приема, как прищипывание побегов и поддержка лоз в коротком состоянии, будет снижать сахаристость и повышать кислотность. Что для некоторых регионов, южных, жарких, важно. Но для наших северных важно как раз-таки обратное. Поэтому мы максимально даем расти нашим лозам. Вот это, кстати, куст Макузани, второй год. И вот он практически дорос до верхней проволоки. Верхняя проволока просто еще не натянута, но вот он практически дорос. И мы применяем этот агротехнический прием, прищипывание или чеканка, лоз, удаление верхушек. Только тогда, когда виноград достигнет верхней проволоки. И дальше расти ему будет просто некуда, вот как здесь. А свисающего прироста мы не делаем, потому что у нас тоже это не совсем оправдано. Поливы. Часто можно услышать такую фразу, что вот там, как правило, имеют в виду Крым. Виноградник не поливают. Напомню, мы находимся в разных климатических условиях. И если там лоза может пойти глубоко в землю, искать там водичку, в наших условиях ей водичку искать негде. Кроме того, в мире существуют виноградники, которые поливаются, которые орошатся. Как правило, это виноградники Нового Света, где очень жарко и очень сухо. Во Франции, например, орошение виноградников запрещено на сегодняшний день. Но на самом деле уже такой вопрос рассматривается. Дело в том, что правильно примененное орошение может способствовать увеличению урожая. Но не только это важно. Правильно примененное орошение может увеличить и качество этого самого урожая. Дело в том, что определенная влажность улучшает фотосинтетические процессы в листьях. Листья начинают работать более эффективно и, соответственно, более эффективно производить сахара. Что нам, например, важно. Ну и к тому же я рассказывала, что конкретно в нашем регионе мы поливаем тогда, когда в этом есть необходимость, когда в период налива ягоды стоит жаркая, сухая погода. Потому что осенью в любом случае к нам придут дожди, лоза начнет набирать свою недостающую влагу, что может привести к растрескиванию ягод, а в дальнейшем и к ее загниванию. Нам это не нужно. Поэтому мы поливаем, но поливаем только по необходимости и только в определенные периоды. Подробный ролик про поливы тоже есть и тоже ссылку я вам оставлю. Ну, конечно, все нужно делать разумно и только в те моменты, когда лоза действительно в этом нуждается. Потому что неправильный полив может ухудшить качество этого самого урожая. Поздние поливы тоже могут привести к растрескиванию ягоды и к размыванию сахаров, к уменьшению их количества. С другой стороны, есть жалобы, например, от южных регионов, что мы разбавляем вино водой, сусло, потому что у нас слишком много сахара. Можно попробовать, я подчеркиваю это слово, попробовать, как раз-таки немножечко пополивать лозу. В данном случае перед сбором и размыть сахар, уменьшить его концентрацию не напрямую в сусле, а опосредованно. Насколько работает этот прием, я, конечно, не знаю, но если мы понимаем, какие процессы происходят в растении, то, в принципе, мы можем этим управлять и попробовать применить вот такие приемы. Следующая это нормировка урожая. Для чего она вообще нужна? Для получения максимально качественного урожая. Потому что для нас это очень и очень важно. Пока на технических сортах я этого не делаю. Почему? Во-первых, у меня достаточная площадь питания для них. Им всего хватает, я им обеспечу хороший уход. А при этом у технических сортов, как правило, небольшие грозди, их немного. И поэтому та площадь питания, которая есть, тот уход, который я им даю, этого вполне хватает для того, чтобы ягода набрала нужные кондиции. Плюс, конечно, правильно подобранные сорта для нашего региона, которые успевают здесь все это набрать. Но я этого не делаю пока. Почему пока? Потому что на сегодняшний день у меня высажено порядка 30 новых сортов. В том числе достаточно поздних для нашего региона. Скажем так, это будет определенный эксперимент. Посмотрим, что из этого выйдет. И я предполагаю, что там мне придется в некоторых случаях применить эту саму нормировку. Потому что если урожая у нас много, то может задерживаться созревание. И для поздних сортов это важно. Это может быть важно для таких полуниверсальных сортов, для гибридов. Например, тот же цитронный магарач, он склонен к перегрузке. И цитронный магарач в наших условиях может до конца не созревать. До тех кондиций, которые нам были бы необходимы. Следовательно, там нормировка урожая может послужить тем приемом, который позволит нам получить ягоду раньше в нужной для нас кондиции. Следовательно, если куст склонен к перегрузкам урожая, если у него может быть достаточно крупная гроздь, если у него поздние сроки созревания, то нормировку урожая мы можем все это подкорректировать и получить ягоду раньше. Ну и конечно, все те же мероприятия, которые мы проводим для столовых сортов, а именно профилактические обработки от заболеваний, зеленые операции, такие как нормировка зелеными побегами, работа с пасынками, осветление гроздей в случае необходимости. Все это мы проводим и для технических сортов, потому что нам важно получить качественный урожай. Ну и конечно, отвечая на самый главный вопрос, должна ли лоза страдать? Нам нужно понимать, что наши цели и задачи, как виноградарь и винодела, и цели и задачи виноградной лозы очень сильно отличаются. Мы думаем о том, как собрать хороший качественный урожай, виноградная лоза думает только о том, чтобы размножиться. Конечно, еще в период до цветения и во время цветения, если ей чего-то не хватает, она может просто сбрасывать бутончики. И тогда она еще думает немножко о себе и думает о том, как бы выжить. После того, как ягодка уже завязалась, лозе все равно абсолютно, сколько брикс там будет, какая кислотность, большая или мелкая ягода. Ей вообще все равно. Ей надо, чтобы были семянки, которые потом рассеются. И прорастать виноградные семена могут уже в молочной зрелости. Поэтому все силы, если лозе чего-то не хватает, она максимально отдает на вот эту ягоду. На то, чтобы созрели семянки, потом рассеялись и проросли. И страдающая лоза, на самом деле, может дать больше урожая. Но при этом погибнуть сама, либо очень сильно ослабиться. А ведь наша задача не только разово собрать урожай. Наша задача, чтобы наш куст работал на нас долго. Именно поэтому лично мое мнение, что лоза страдать ни в коем случае не должна. Мы и собираем хороший урожай, и при этом делаем так, чтобы лозы на зиму ушли крепкие, здоровые. И смогли перезимовать и дать нам урожай в следующем, следующем, следующем и следующем году. Конечно, во всем должна быть мера. Перекармливать лозы тоже не стоит. Перекормленная лоза гонит зеленую массу и не дает нам того, чего бы мы хотели. Перекормленная лоза тоже плохо зимует. Поэтому нам нужно найти баланс между тем, чтобы и лозе было хорошо, и нам было хорошо. Как это делаю я, я вам рассказала. Ну и я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Напоминаю, под роликом, нажав кнопку еще, будут ссылки на другие полезные видео, мои контакты и ссылка на каталог моих сортов винограда. И до новых встреч!